Их снимали на глазах у местных жителей. Это событие по праву можно назвать историческим. Ведь даже в советское время, когда храм Ильи Пророка был под угрозой сноса, кресты все же оставались на своих местах. Сейчас же символ веры покинул купола церкви для того, чтобы вновь засиять первозданным светом. Их обителю на несколько месяцев стала реставрационная мастерская, где днем и ночью художники-реставраторы трудились над восстановлением крестов в несколько этапов. Работа началась с расчистки, удаления старых шпаклевок, наслоения грунта. После проделанных работ перед мастерами пристали родные кресты, выполненные в кованом металле. Самую сложную работу, подготовительную, здесь выполняют мужчины. Сейчас идет накладка свинцового сурика и свинцового крона в количестве шести слоев на каждый элемент. После укладки каждого слоя идет прошкурка, накладывается следующий слой. После всех слоев лака и многочисленной прошкурки мастерица Елина Кириченко и Ирина Лесечкина приступают к самой приятной и в то же время самой ответственной работе – золочению. Вы дышите вообще, когда накладываете? Потому что это такая работа просто… Когда как. Бывает, что и не дышу. Шесть коробок, в каждой из которых 23 карата тончайшего сусального золота высокой пробы. Именно столько нужно, чтобы полностью покрыть вот такое подкрестное яблоко. Художники-реставраторы с такой кропотливой задачей справятся всего за один день. Елена и Ирина считают, покрытие золотом не такое уж и сложное занятие. Если успокоить свои руки и нервы, с этим справится любой. Вот сюда? Да. Я просто накладываю? Да. Ну и ваткой там пришли. Так, вот так. Пришлюб, чтоб… Теперь я буду знать, что… По нему надо так приезжать, а потом… Я внесла свою лепту. Каждый предмет, попавший на реставрационный стол, создает свою неповторимую атмосферу. Здесь такое произошло и с крестами. Эти 20 века, хоть и более простые, чем подлинные резны 17 века, для реставраторов они имеют одинаковое значение. По ответственности, по тому подходу, который любой испытывает реставратор, сознавая, что тебе достается в работу, конечно, более, ну, скажем, страшно, что ли, подходить к подлинникам, которому уже больше 300 лет. Вот. Но одновременно хочется сделать так, чтобы жизнь была продлена и у старых крестов, и у новых. До того, как кресты были сняты и представлены в мастерскую, в здании на Некрасово велись архивные работы. Это необходимо для более точного и целостного воссоздания такой важной составляющей церкви Ильи Пророка. Первыми мы были готовы три креста 17 века, и их же доставили в святыню. Торжественный молебен и освящение крестов провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон. Точной датировки по этим крестам, к сожалению, не найдено, но есть версии, что это 17 век, есть версия, что 18, но, тем не менее, этим крестам больше века это точно. Эти же кресты должны были вернуться на законное место в минувшие выходные. Однако в планы вмешалась непогода. Из-за начавшегося ливня монтажники успели установить лишь один крест, второй только примерили. Для установки требуется особое условие, выполнять которое в плохую погоду опасно. Теперь монтировать остальные кресты будут постепенно. Реставраторы надеются на благоприятные погодные условия. В реставрационной мастерской, в свою очередь, ждут еще шесть крестов, и когда все они возвратятся на свою привычную высоту, храм Ильи Пророка заиграет своими привычными красками, теми, которые поражали своим величеством людей 17 века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова